В исполнении поручения президента о подготовке к выборам депутатов Джигуркукинеш в Генеральной прокуратуре был образован оперативный штаб. Его функции в том числе входит и мониторинг сообщений, опубликованных в средствах массовой информации и интернет-ресурсах. Поручение о мониторинге Генеральная прокуратура получила решением Совбеза. Как показывает анализ, сообщается чаще всего о подкупе избирателей. Например, появилась информация, что представители одной из партий во время агитации в городе Карабалта предлагали собравшимся по две тысячи сомов. Проверено 186 сообщений, из них 160 публикаций из интернет-источников и социальных сетей, а 26 обращений, поступившие из государственных органов. По результатам изучения из вышеуказанного числа 119 фактов зарегистрированы в АЭС и РПП. Из них составило 76 уголовных дел, а также 43 проступка. Зарегистрированные материалы по последственности направлены в следственные органы. В настоящее время по ним ведутся следственные мероприятия. Кроме этого, в целях устранения нарушений в государственные органы и органы МСУ внесены 65 актов прокурорского реагирования. Из них 9 представлений, 43 предписания и 14 предостережения. Работа в данном направлении будет продолжена. Для исполнения другого поручения Совета безопасности в Генеральной прокуратуре был создан отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей защиты интересов. Чаще всего сюда обращаются бизнесмены, уставшие от необоснованных проверок со стороны государственных органов или предприниматели, измутанные бюрократическими преградами. Письменно поступило 31 обращение. Помимо этого поступает еще и устное обращение. По устным обращениям мы оперативно реагируем, даем разъяснения. Если имеются нарушения, то мы неистоящее прокурорам даем поручение, чтобы они на местах получили непосредственно заявление, по ним провели непосредственную проверку. А нашим отделом рассмотрено 4 заявления, из которых по 3 дано письменное разъяснение. По одному заявлению внесен акт прокурорского реагирования, который удовлетворен. Данный отдел проводит регулярные встречи с бизнесменами и инвесторами. В частности, прошли переговоры с главным советником посольства Турции, дабы узнать, с какими проблемами в Кыргызстане сталкиваются турецкие предприниматели и инвесторы. Работа по поддержке бизнеса благоприятно скажется на бюджете страны, уверен эксперт Урусбек Молдалиев, потому что в конечном счете она приводит к сокращению теневой экономики. Бизнесменов у нас, хороших бизнесменов очень много. Они считают, так, он у нас как хотят, хотят, чтобы он и налоги платил, и чиновникам платил. Бизнесом заниматься нужна хорошая голова. Он думает, зачем мне платить налоги, когда я могу заиметь крышу, поменьше платить, чем налоги. Генеральная прокуратура – основной орган, занимающийся противодействием коррупции. За два с половиной года к ответственности привлекли 648 человек. За указанный период в государственный бюджет по уголовным делам, связанным с должностными и коррупционными преступлениями, возмещено 5 миллиардов 826 миллионов сумм. В 2018-19 годах, за 8 месяцев 2020 года, правоохранительные органы зарегистрировали в едином реестре преступлений и правонарушений 6541 досудебных производств по фактам коррупции и должностных преступлений, из которых завершено расследование по 1576 уголовным делам. Из этих дел в суд направлено 965 уголовных дел, 391 уголовное дело в 2018 году, 344 уголовное дело в 2019 году и 230 уголовных дел за 8 месяцев текущего года. В прокуратуре борются с коррупцией при помощи граждан. Здесь регулярно проверяют информацию из различных источников о коррупционных и иных противоправных действиях. Граждан принимают прокуроры. Везде установлены видеокамеры, которые мешают совершать противодеяния. В целях реализации решения Совета безопасности от 8 февраля 2018 года и принятия оперативных и превентивных мер против негативных явлений в прокуратуре, во всех отделах прокуратуры установлено специальное видеооборудование. В настоящее время прокуратура вместе с Генеральной прокуратурой состоит из 72 региональных структур, каждая из которых оснащена цифровыми камерами видеонаблюдения, видеорегистраторами и специальными мониторами. Все региональные офисы имеют возможность круглосуточно следить за ситуацией в режиме онлайн и при необходимости получать соответствующие видеоматериалы. В Генеральной прокуратуре создан реестр, в который вносятся имена всех коррупционеров. Сейчас в нем значится 1714 человек.